Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Я нашел вам один. Ну, говорит о пулемете, типа, где пулемет ирландец? Ты нашел один для нас? Айриш, мы с тобой вместе. Ты и я. Штурм Форт Мерсер. Я тот парень, кто спас твою жизнь. Помнишь? Не особо. Такое происходит со мной постоянно. Ты же не хочешь, чтобы это с тобой повторялось снова, не так ли? Нет, мой друг. Я хочу купить тебе выпить. Я хотел тебе сказать, сколько ты значишь для меня, насколько ты особенный. А я лишь хочу сказать, что если ты не найдешь мне пулемет гатлинга в течение часа, то будешь мертв. Это все виски, сэр. Оно делает мою память, как у младенца. Как можно более невинного. Бухает, в общем, они тут. И делает меня очень злым. Что ж, пойдем искать пулемет. Да, давай сделаем так. Ну, в общем... Мы... А седлая лошадь? Нам необходимо найти пулемет, чтобы штурмовать, собственно, форт. Ну, он нашел пулемет. Так что сейчас покажет дело. Ну, еще не факт. Он же бухучий алкаш, который... Придется, наверное, отобрать у кого-то. Нашел понятие растяжимое. Песни поет. Смешной. Тот говорит, ты не собираешься врубиться на мне, ирландец? Тот говорит, я... Нет, я здоров, как лошадь. Или, по крайней мере, где-то между нормальной и таксами. Но тогда ты будешь где-то между умирающим и мертвым, если опять попробуешь обмануть меня. Это нравится мне меньше всего, парень. Мои намерения были честны. Длиной жизни своей бедной матушки. Я просто время от времени иногда путаюсь. Если больше нету путаницы, то я закончу то, что мы начали. Твои друзья в Армадилла? Господи, ты нетерпеливый ублюдок, не так ли? Где пулемет, Айриш? Я слышал, несколько шахтерок болтали о найденном ими пулемете. Что шахтеры хотят делать с пулеметом? Я думаю, в кого-то стрелять. Или продать, я не знаю. Я за всю жизнь никогда не спускался в шахты. Я думаю... Ааа, так-так-так. Похоже на какой-то гон. Ирландец, ты мне уже осточертел всеми своими играми. Вы с Диккенсом такие же жулики, что можете глотать гвозди и выплевывать шурупы. Ага, ну, собственно, мы приближаемся. Будем пиздить шахтеров. Да. Они там, собственно, просто нашли пулемет, не знаю, кроликов отстреливать или койотов, пока работают. Кротов! Кротов! Да. А тут такие пришли мы... Еще не пришли, а едем. И, собственно... Мне кажется, они будут против того, чтобы мы... Наведались к ним в гости. Без тортика. Вот мы пришли. Да. Какие-то шахтеры серьезные, на самом деле. Да, давай остановимся и осмотрим тут, короче, все вокруг. Да, у шахтеров даже лошади есть. Хотя у кого тут нет лошади, тот считает рук. Так, говорит, вход как на ладони. И здесь есть шахта этих ублюдков, где не выкапывают залежи тяжелой руды. Мы, я имею в виду тебя, используешь тележку, чтобы поднять пулемет на поверхность. Я сделал бы это сам, но шахты плохо влияют на мою поясницу. Я найду хорошее место, чтобы спрятать лошадей, а потом вернусь с повозкой. Я встречу тебя около входа в шахту. И, ирландец, я сильно советую тебе не избегать в этот раз. Че, уже на нас летят, что ли? Ну, они к ружья посыпались. Они мне сказали, стой и не подходи. И уже с ружьями, да, летели? Да. Извините меня, мистер. Ну, ты еще, как законопослушный, гражданин извинился перед ним. Да, так и надо. Возьми уже ружье. Отлично. Никого не видно? Да вон, башка торчит. Вон, 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 побежала. Попал? Попал. Отлично. Займемся геноцидом шахтеров. Ничего против шахтеров не имею, но... Зачем им пулемет, когда он нужен нам? Непонятно. Так, где там? Ну, они, собственно, где-то тут запрятались. А, вон, 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 вон. Давай уже. В красной шапочке. А этот с красных трусах, у них просто один комплект был, и они поделили его. Он еще жив. Шикарно. Так, продолжаем зачистку. Я как понял, нам надо в шахту, да? И там будет повозка. Ну, точнее... Ну, вероятно, повозка, в которую мы этот пулемет и увезем. Ну, он так и сказал. Поверим ирландцу. Но, как я понял, они стреляют по нам, потому что тут, типа, частные владения, и нам сказали... Эй, стой! Потому что они золото добывают. Руду. Не факт, что золото. Хотя, вероятно, что и долю золота они-то добывают. Сейчас! Да хватит ты уже их обыскивать, а! Да там деньги, смотри. Мы за все прохождение еще ни разу... А, нет, были один раз в магазине. Дозреваю, что деньги пригодятся. Деньги никогда не бывают личными. Так же, как и ваши комментарии, друзья, поэтому... Не поскупитесь и оставьте что-нибудь. О, динамит, стреляй! Охренеть! Досталось ему. Кто-то там кричал. Ну, спускайся нам. Я иду, ты не видишь, что ли? А тут повозки какой-нибудь нет? Или, может, бочку можно перетащить? Нет? По бочке стреляй. Давай, вставай! Раз, два. Отлично. А то втихаря там умрет некрасиво. Может, у него день рождения сегодня был? Да, с днем рождения. Хэппи бездой. На, по бочке. Где? Ну, они... Вон, стреляй по бочке, что ли? Минус один. И еще один где-то справа. Еще бочка. А, нет. Ну, ну, ниже, ниже, ниже. Отлично. Так. Знаешь, шахты напомнили мне Драгонс Догму, где мы в какой-то пещере дрались. Собрал. А вон бочка. У-у-у, загорелся у него ботиночек. Их же двое было. Один был. Один выбегал. Только на... А, второй, вот он. Его тоже задело. Накрыло его, в общем, друзья. Какая-то шахта. Изворотливая. А вон и золото, вероятно. Кстати, тут можно взять кирку? Не знаешь? Еще раз. Отлично. Шляпа. Интересно, будет ли Rockstar делать продолжение? Ну, подумывают вроде. Просто серию в GTA они выпускают чуть ли не каждый год. А по-моему, Red Dead Redemption выходило лишь дополнение о Dead Nightmare. Там Dead Nightmare? Да. Который мы, если наши подписчики захотят, пройдем. Там уже видно будет. Так. Там будут зомби. Такая мини-рекламная акция. По-моему, там кооперативный режим есть. Прохождение миссий. Да. Поэтому. Блин, спрятался. Ну-ка, давай, вылазим. Хедшот, давай. Отлично. Ты испортил ему шапочку. Теперь ему будут печь солнца голову. Шапку невидимку. Что-то там смотри. Да. Что-то... Последний выстрел, что ли, или... Блин, динамит закрыл. И еще один справа где-то. Может, он у пулемета там? Я не знаю. Как удобно они, да? Расположились. Прям бочки рядом с собой поставили. Динамиты поставили. Вот и гатлинг. Гатлинг. Это шестистволка, вероятно. Машинга. Ну, скорострельная. Так. Че мне надо? В какую сторону ее толкает? Ну, вероятно, вот прямо. И? Давай! Нет. Тебе в другую сторону. Помню, это же такая шестистволка попадалась в Y-City в GTA. Он ее ни туда, ни сюда не толкает. Почему? Я понять не могу. Тебе пишут. Бежми. О, отлично. Там человек. Би-би-бип. Э, поздно. Переехали. Да. Он нарушил ПДД и пересек. А, нет, ты тут не сможешь. Тут, собственно. А может, там взорвать надо? Не знаю. Бочек рядом нет. И, собственно... А, вон динамит. На той стороне. Вот, 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 отлично. Эх, черт. Не можешь попасть? Сейчас, отойдем. А может, у тебя есть тоже динамит какой-нибудь? Нет? Не, у меня нет. Блин, а. Вот подлянка-то, а. Попробуй через щель какую-нибудь. Я пытаюсь. Что, нельзя? Никак. Вот, 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 вот. Блин, а. В бочку стреляю. Ой, не в бочку, это ящик. А через верх. Ладно, друзья. Наши попытки сократить путь не обвенчались успехом, поэтому мы побежим другим путем. Кстати, смотри, схватился, что ли он? Покатился. Ну-ка, по РТ чуть вниз, посмотрим. Он, вероятно, так может бесконечно ехать. По инерции катится просто. И по инерции сейчас я подозреваю, что и наверх поднялся, и я, может, враги, думаю, появятся. И он так красиво, как в голливудских фильмах, будут отстреливать их. Как в Тире, знаешь, как он мне передвиженал. А может, мне и не надо было туда? Там, помню, лифт был. А ты можешь управлять влево-вправо, что ли? Не, я камеру могу. У-у-у! Американские горки. С горочки. Не, ты все верно едешь там. Выход, очевидно. Да. Точно. А, вот он, алкаш. Я думал увидеть твой труп, подымающийся на этом лифте. Грузи наверх. А я включу механизм. Да, мы и грузчик заодно. Ну, правильно, алкашам нельзя доереть. И жуликам тоже. Да они тут все жулики. Но кто-то алкаша, кто-то нет. Что-то репу чешет, машет кому-то там. Передаю привет, да, он бы еще пасал там, сверху. Ахаха. А вот и она. Что тут, собственно. Типа, что за прекрасное оружие? Пушка бога, не так ли? Как-то он стоя сейчас. А, вот и бегут. Отлично, давай, убивай. У нас прям пропаганда какая-то. Убийство. Ух ты. Смотри, какой толстяк. Стреляй. Вау. Ухляж вмахнул в небо. Мне это напомнило какую-нибудь игру про Yeti Sport, где пингвинов запускать надо было. А, нижним человеком, да? Да. И тут так же. Толстячка запустили. Пойдем. Ухляж вверху сейчас и мы будем этого экзекутивного паспорта отзываться к старому Весту Декканзу. В общем, мы использовали фургон. И сейчас, вероятно... Так, а он поехал собственно к Весту Декканзу или нет? Да, он его доставил. Типа, говорит... Да, говорит, побеспокойся, что по пути нигде не выпало. Не, и что он направился к Весту Декканзу, чтобы отправить собственно, ну, отнести ему этот пулемет. О, смотри, я наверху не знакомец, какой-то вопросик. Что-то мне это неинтересно. Фенни Мэн. Забавный человек. А, это тот актеришка. Так. Ириш где-то там все похвалился. Давай у вас паркуйся уже или нельзя близко к дороге? Да, близко к дороге нельзя. Ну, хорошо. Как вы помните, друзья, мы используем костер, чтобы быстро переместить. движение, движение, да. Как-то он так, знаешь, уснул, и его суслики отнесли на квест. Тоже вариант. И принесли обратно. Так, что у нас? Следующий квест. Трупы раздавленных сусликов. А, почему-то у него квест ночью. Или нельзя ночью взять. Попробуй. Все, зашел. Так. Квест назывался Может ли мошенника исправить могила? Мистер Марстон, сэр. Джон Марстон. Мистер Марстон. Не будьте ребенком. Давайте, сэр. Я умоляю вас. Ладно, ладно. Возможно, во время прошлой нашей встречи я совершил несколько невинных ошибок. Но мой план все еще хорош. Типа, вместе мы сможем захватить, если не мир, то уж точно Билл Уильсома. Но для начала вы хотите, чтобы я сделал вам одолжение? Вы читайте мои мысли. Я могу лишь предполагать, что вы пьете мой тоник, сэр, как и было говорено. И он может дать вам, типа, прибавку к интеллекту. А я дам вам понимание. Я покажу вам, как ваши кишки выглядят. Пожалуйста, сэр, это демонстрация разложительности не что иное, как недоразумение. Я думаю о том, сколько вы тратите моего времени в пустое. Тихо, тихо, сэр, я собираюсь сделать то, что лично сам не одобряю. Во всех этих мудрых и рациональных людях самоотверженные, что ли, поступок, если вам будут угодно. Но, сэр, перед тем, как я буду поступать самоотверженно, позвольте мне поступить эгоистично и продать несколько моих товаров. Хорошо. Ладно, сэр, пойдемте. Давайте-ка навестим несколько добрых друзей плевенью по одному скользкому дельцу. Этим людям нужна любая помощь. В общем, мы опять, видимо, поедем продавать мочу. По цене таблеток. Да. Дорогих таблеток. Когда покупаете... А, вон они, смотри, уже сразу. Когда покупаете в аптеке дорогие препараты, задумайтесь. Он уже орет. Ну, подходи, что, сюда. Собирайтесь, собирайтесь. Да, сейчас соберемся. Бандиты на вид, видно же по ним. Друзья, изможденной души, плевенью, вы страдаете ревматизмом, радикулитом, острой хронической неврологической боли или боли от воспаления. Что ж, я представляю единственную компанию, которая производит настоящий продукт, исцеляющий. Головную боль, неврологии, боль в ушах, зубной боль, боль в спине. Жулик, это человек чертов шарлатан, он только что дурачил людей в Холоспринг своими песнями и ужимками. Думаю, нам надо обмазать его смолой и обвалять в перьях. А я думаю, пристрелить засранца. Полагаю, нам пришло время вести наш бизнес в другом месте. Ух ты. Беги, короче. Говорит, кто не схватить этого чертова вора. Похоже, они раст... А, так, так, так. Ну, в общем, друзья, попался. Видите, рано или поздно вранье скрывается. У него шляпа улетела. Даже шляпа у него улетела. И сейчас, ну, блин, я бы не стал его, в принципе, спасать, но, с другой стороны, он ведь хочет нам помочь. Точнее, мы хотим, чтобы он нам помог. Слушай, можно было его просто, знаешь, ограбить и убить. И забрать повозку и уже самим все сделать. Но, не получится. Да, жалко, нельзя, но, я думаю, когда-нибудь те, кто дойдут до такого, что будет полная свобода действий. Абсолютно полная. Хотя, в принципе, все идет к упрощению, поэтому... Да, сейчас все игры в основном сделаны на том, что играешь одной кнопкой. Да. Поэтому зачастую игры на PlayStation называют мыльное кинцо. Типа, зажми X и играй, и так далее. Ну что, убивая их уже? они хотят подыхать. много их. Да, взять сейчас тот же эти социальные игры и прочее все одной кнопкой. Да. Я вот просто смотрю, как у меня сестра, например, в эту ферму играет. Мне когда просто, не знаю, противно становится. Как можно в такое играть? У меня у знакомых вся семья играет там. У матери по 4 ахуанта и она играет с 3 компьютеров. Всякие эти огурцы сажает. Помидорки. Я не знаю, что там делают в этих играх. Ну, помню, она мне с работы звонила. И просила покормиться. говорит, собери, то у меня картошка сгниет. Я говорю, ага, вот тебе надо, ты и забирай, что херней занимаешься. Сейчас я еще пойду картошку то виртуальную собирать. Ну, не знаю, не может ощущать себя фермерами. Этот, короче, Марстон сейчас говорит, может, вам стоит изменить это, сферу вашей деятельности? А тот говорит, я никогда не брошу науку, Джо. В общем, тот еще шарлатан. Они может себя и ощущают фермерами, но зато их считают ослами те, кто наживается на них. Потому что там ведь все-таки за реальные деньги в основном. Ну и сейчас мы играем в принципе за реальные деньги. В другом смысле, мы заплатили один раз за игру. А, ну. И нам не надо здесь патроны покупать за то, чтобы там деньги вкладывать через визу оплачивать. как это? как сказать, новомодный режим free-to-play. То есть ты можешь играть типа платно, либо можешь играть. Такая проблема в том, что когда ты вкладываешь деньги, а не покупаешь один раз, выясняется, что ты отдаешь намного больше денег. Ну это логично, это такая система маркетинга. людям думаешь, что ты немножко вложил и все. Сейчас знаешь, Rockstar могли бы то же самое сделать, написать. А продолжение этой миссии вы можете купить у нас за 1,99$. Да. Но при этом игра была бы бесплатной. с одной стороны все к этому идет, что игры будут такими типа ну вот как ты рассказывал про Mass Effect, что доплатили что живи спокойно и проходи миссии. А, ну там какой-то бар был закрыт, да. Надо было код от лицензии водить. Ну, если взять те же сейчас сетевые игры в основном идут плечом. Ну, это правильно вообще-то. не, ну вот смотри, а купил б.у. игру, ну, хоть как-то надо оплатить. Mass Effect, она и так стоила сколько там, две с половиной тысячи на приставках. Ну, лицензия. Да. Еще надо было бы доплачивать. Ключ-то внутри лежит. А, ну, вот так вот. А те, кто берет срок, тем уже придется ключ покупать. King of a Mour такая же фигня. А, да. Ну, это для тех, кто ачивку там на плате наиграет. Так, ну, что тут? Короче, я поразился, насколько вы близко подвели нас к смерти. Хм, да, возможно. Стоит отложить этот бизнес на некоторое время. А как, значит, снова поучаствовать в гонках? Соберемся у Расклера. Вы спрятывайте мое терпение, мистер Вест Диккенс. Что ж, прошу прощения, мой мальчик, но я всего лишь старый продавец с экзотических эликсиров, а не чертова кавалерия с США. Простите, если уйдет некоторое время на подготовку. Ну, собственно, Вест Диккенс требует время на подготовку и у него... О, подожди, ачивка, что ли? Да, какую-то ачивку получили. Ага, отлично. Ну и, как видишь, у нас квеста у сета уже нет, то бешеного. Да, надо Ирвина или Ирвишка. Необходимо добить квесты у Веста Диккенса и у Ирландца, чтобы мы все-таки попали в тот форт. А на этом, пожалуй, мы заканчиваем нашу серию. К тому же, к Весту Диккенсу мы сейчас уже не можем подойти. Всем спасибо за внимание. Оставляйте ваши комментарии, пожелания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. Всем пока.